Итак, Верховный Совет поддержал кандидатуру Александра Розенберга на пост председателя правительства. Он вступит в должность после указа президента. До этого Розенберг занимал должность министра сельского хозяйства, а в марте был гостем специального разговора. Говорили о запасах продуктов, экономике и новой логистике для наших предприятий. На сегодняшний день у нас, в принципе, пусть не до конца, но рыночная экономика. Пусть она будет социально направлена, но все-таки рыночная. В рыночной экономике, поверьте, что товары все равно будут двигаться, все равно экономика будет работать. Да, в каком удельном весе, это уже другие моменты. Но что касается основных продуктов, которые необходимы для того, чтобы нормально существовать, да, они все есть. И проблем на сегодняшний день в этом никаких нет. Мы должны понимать, что любые вот такого рода форс-мажоры – это идеальное время для развития. Идеальное. Для того, чтобы вкладывать, встроить, инвестировать. Просто, может быть, кто-то боится. Мы должны, скорее всего, ориентироваться на собственные силы и посмотреть, насколько мы на сегодняшний день уязвимы в чем-то, да, и постараться сгладить эти моменты. Безусловно, мы все там не сможем отрегулировать. Но нужно понимать, что если вокруг поменяются цены, то мы никуда не уйдем, и у нас они поменяются. Я абсолютно только наши продукты и ем. В принципе. Покупать только преднестровское? Только преднестровское. Молочка вся преднестровская, хлеб преднестровский, крупы преднестровское, масло подсолнечное – все преднестровское. Я не говорю уже за огурцы и прочее – это тоже преднестровское. Кроме, наверное, ботинок, может быть, пока. Хотя тут тоже есть выбор, да. Но в основном, что касается продуктов питания, и от мяса, и от колбас, и всего остального – это все местное. Я не занимаюсь продуктовым туризмом, поэтому стараюсь поддерживать местного производителя. КОНЕЦ